Доброе утро, день или вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на открытии серии лекций нашего океанского лектория, который мы проводим в рамках комплексных мероприятий, посвященных наукам об океане и климате и стартовавшему десятилетию ООН об океанах и климате в целях устойчивого развития. Организатором и инициатором данного проекта является Россотрудничество, Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Первая лекция, с которой мы готовы стартовать, будет по теме сохранения морского биоразнообразия в Мировом океане за пределами национальных границ. Презентует нам ее высший советник по открытому океану Глобальной морской и полярной программы Международного союза охраны природы, адъюнкт-профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, Калифорнии, Кристина Жорже. Всем добрый день, добрый вечер. Для меня действительно большая радость находиться сегодня с вами. И сегодня я буду очень рада поговорить с вами о сохранении морского биоразнообразия в зонах за пределами действия национальных юрисдикций. Я поговорю о вызовах и возможностях, а также о различных научных достижениях, которые сделают возможным дальнейшее сотрудничество. Я поговорю о деятельности ООН и о очень важном инструменте, который позволит сохранять биоразнообразие. Я говорю о соглашении BB&J, или же соглашении о морском биоразнообразии районов, лежащих за пределами национальной юрисдикции. Я поговорю о надеждах, связанных с этим международным соглашением, а также о возможностях. Я также буду говорить о возможных дальнейших направлениях деятельности, где мы находимся сейчас, куда мы идем дальше, и что нас ожидает в будущем. Итак, теперь я буду начинать. Для начала хотела бы показать эту прекрасную карту и визуализацию океана в 2010 году. Это визуализация, которая основана на десятилетней переписи организмов, которые живут в мировом океане. Использовались данные более 80 стран по всему миру для того, чтобы составить такую карту и провести эту перепись, которая позволяет оценить масштабы биоразнообразия нашей общей планеты. Здесь вы видите такие небольшие желтые линии. Это результат проекта по размечению и отслеживанию различных видов живых организмов, которые живут в морях. Более конкретно я говорю о тех видах млекопитающих, а также рыб, которые мигрируют, например, между океанами. Кроме того, мы изучали распределение биоразнообразия на дне океана. Проблема здесь в том, что это лишь фиксация того, что было в мире в 2010 году. Однако ситуация постоянно меняется. Мы понимаем, что мировой океан – это действительно единый океан. Он подвергается воздействию огромного количества факторов и зависит от наших действий. Один океан, с одной стороны, единый, но с другой стороны мы видим огромное биоразнообразие. И я хотела бы показать несколько фотографий жизни мирового океана. В частности, здесь вы видите вертикальное скосячивание каракатиц вместо обычного горизонтального скосячивания. Здесь вы видите осьминога, который, возможно, умнее, чем наши собаки и кошки, который знает, как выбираться из разных неудобных и некомфортных ситуаций. Еще одно существо, о котором мы только начинаем узнавать сейчас – это грибневик. Мы знаем, что грибневики играют большую роль в цепочках питания, таким образом оказывая влияние на большое количество видов. И, наконец, киты – это один из очень распространенных видов китов. Мы знаем, что разные виды китов – синие киты, горбатые киты, особенно уязвимые из-за антропогенных факторов, а также из-за загрязнения. И мне также очень нравятся эти кораллы, которые растут на морском дне и становятся средой обитания для большого количества других видов. Эти глубоководные кораллы могут достигать возраста 10 тысяч лет. Этот риф стеклянных кубок был сфотографирован в Мексиканском заливе, и мы знаем, что он тоже является средой обитания большому количеству видов. Взаимосвязь и междисциплинарный подход – это то, что очень важно в изучении мирового океана. И я еще раз хочу сказать, что я рада быть сегодня с вами и сотрудничать с университетом Ломоносова, потому что Ломоносов стоял у истоков междисциплинарного подхода. В то же время он работал преимущественно один, а мы знаем сейчас, что нам необходимо работать вместе с коллегами разных профессий для того, чтобы заполнять пробелы в наших знаниях, касающихся океана и сохранения в биоразнообразии. Итак, я буду говорить о вызовах, возможностях, научном прогрессе, а также о роли нового соглашения ООН о морском биоразнообразии районов, лежащих за пределами национальных границ. Кроме того, я буду говорить о направлениях нашей деятельности и о том, что дает мне надежду. И потом буду рада ответить на ваши вопросы. Конечно, вызовов перед Мировым океаном стоит много, потому что мы взаимосвязаны волнами, ветрами, атмосферой, торговлей. У нас огромное количество связей. И, конечно, еще один вызов – это повышение выбросов диоксида углерода, особенно в северных широтах планеты. И ученые говорят о смертельном триумвирате факторов. Этот триумвират – это повышение температуры во многих частях света. Во-первых, некоторые говорят о тепловой волне. Второй фактор – это повышение закисления океанов, которое может повлиять на такие виды, как кораллы, а также на ракообразных и другие нации. Это еще один смертельный фактор. Действительно, мы наблюдаем диоксигенацию вод, что приведет к тому, что такие виды, как тунец, в частности, голубой тунец, теряют места обитания, и количество возможных мест обитания для них сокращается. Мы видим, что некоторые экосистемы начинают захватывать другие виды, например, разные виды осьминогов. Кроме того, еще один фактор – это выбросы метана. Ученые по-прежнему не знают, каким будут последствия этих выбросов метана, но мы знаем, что этот фактор будет сопрягаться с фактором выбросов диоксида углерода, и все вместе это будет приводить к накоплению брониковых газов и дальнейшему потеплению. Конечно, есть также ряд факторов, связанных с деятельностью человека, которые сокращают устойчивость экосистем. Я обнаружила, что в Тихом океане голубой тунец может особенно сильно пострадать от человеческой деятельности, и в результате останется только 3% изначальной популяции этого вида. Кроме того, все взаимосвязано, и сокращение этого вида будет влиять на экосистему в целом и на то, как, в принципе, выживают виды в нашей биосфере. И, конечно, мы знаем, что есть определенная связь между нашей атмосферой, поверхностью океана, а также океаническим дном. Здесь вы видите заметку о том, что на глубине 10 километров Марианской впадине, а именно на уровне 5 километров в глубину, была найдена эта упаковка. Это еще одно свидетельство того, что то, что производит человек, может не разлагаться буквально столетиями, и особую опасность представляет собой пластиковый мусор, который сейчас оказывает особенно большое воздействие на наши океаны. Кроме того, мы знаем, что во Всемирном океане становится все больше и больше различных судов, в частности, в каналах, в Панамских каналах. Океаны пересекают большое количество судов. Кроме того, огромное количество кабелей, более миллиона километров кабелей проложено по дну океанов. И вопрос заключается в том, как все это может сосуществовать без отрицательного воздействия. Нам необходимо учиться жить друг с другом более согласованно и не вредя друг другу. Как говорят ученые, на протяжении большого количества лет, и об этом уже говорилось в 2011 году, в 2015 году, каждый раз поднимается вопрос о том, насколько быстро нам необходимо реагировать на то, что происходит для того, чтобы сохранить биоразнообразие океанов и повысить устойчивость океанов к антропогенному воздействию. Нам необходимо действовать по ряду направлений для того, чтобы сохранить здоровье океанов, потому что даже малейшее воздействие может усиливаться значительным образом, когда речь идет о более теплых водах или о более закисленных водах. Я хотела бы сказать пару слов о более недавнем отчете, который касается сохранения биоразнообразия. Генеральный секретарь ООН недавно сказал, что нам необходимо действительно принять дополнительные меры по защите и восстановлению биоразнообразия. Мы знаем, как это делать, но и уроки, которые мы вынесли из прошлого, очень ясны. Это сохранение, защита, действия в области климата. Справа вы видите таблицу, в которой перечислены различные действия, которые позволят сократить наше воздействие на природные ресурсы, на морские ресурсы и на земельные ресурсы. Перед нами стоят такие вопросы. Можем ли мы сократить наше потребление, можем ли мы сократить производство тех или иных товаров? Разумеется, есть также некоторые проблемы, связанные с правовой основой. Конвенция о морском праве была настоящим подарком, когда она была подписана в 1982 году. Она в некотором роде позволила предотвратить Третью мировую войну, потому что она позволила СССР и США объединиться и поговорить о том, как мы можем управлять нашим океанским наследием, которое является общим для нас, а также определить, что наше, а что ваше. Это позволило определить эксклюзивные экономические зоны, а также определить права, которые касаются свободы перемещения и свободы доступа. И в некоторых аспектах были также определены правила, касающиеся ведения исследований, рыболовства и так далее. Это позволило создать правовую основу на последние 30-40 лет. Мы должны найти способы, как преодолевать все эти многочисленные границы, потому что законодательная основа за пределами национальной юрисдикции. Фрагментарно, Конвенция ООН по морскому законодательству в 70-е годы уже предложила то, что организации могут заняться всеми проблемами с рыболовством, а национальные морские организации могут добиться того, что рыболовство и другая деятельность судов происходит без ущерба для окружающей среды. Но иногда самые лучшие намерения не реализуются. Нам нужно понять, как мы можем интегрировать и сохранять наше биологическое наследие. Что мы выяснили? Что сейчас очень трудно иметь глобально признаваемые морские охраняемые районы, там, где экосистемы могли бы сохраняться, и там, где можно было бы бороться с изменением климата. Об этом мы еще поговорим. И вновь мы выяснили, что подход к управлению отходами при управлении экосистемой один из ключевых аспектов, над которым следует работать. И нам еще над очень многими моментами здесь нужно работать. Итак, океан разделен на исключительные экономические зоны. Это зона 200 морских миль от побережья государств. При этом большая часть морского океана не находится в этих исключительных экономических зонах. Мы говорим о районах за пределами этой национальной юрисдикции. И здесь мы видим пересечение юрисдикций, что также пока затрудняет нашу деятельность, затрудняет координацию при работе в этих районах. Еще один вызов. Это, я уже сказал, еще один вызов. Это секторальный подход к сохранению биоразнообразия. Это очень важный подход и нужный, но его недостаточно. Нужно, чтобы вокруг на этой таблице вы видите, каковы лучшие практики по сохранению популяции. Вот оливковый цвет – это дополнительный вылов. Как его снизить? Вот ненужный вылов, который происходит наряду с основным выловом. В Южном океане мы также смотрим на взаимоотношения хищников и жертв. Кто кого там поедает? Как работает эта пищевая цепочка? Мы смотрим на ареалы других морских животных. Как вы видите на этих графиках, это Международная комиссия по сохранению Атлантического тунца, это то же самое для Индийского океана. Вы видите, очень сложная везде ситуация, очень сложно сохранить ареал этих морских созданий. Нежелательный улов не везде удается предотвратить. Мы видим, что несмотря на то, что мы начинаем понимать, как это делать, но нужно это делать системно, чтобы учитывать долгосрочное видение, и нам нужен формализованный план. Очень важно идти к прогрессу именно таким путем. Да, многие меры принимаются по конкретным видам, по каким-то конкретным морским районам. Некоторые из секторальных подходов являются краткосрочными, а не долгосрочными, не являются систематическими. Отсутствует механизм, при помощи которого мы можем добиться координации разных агентов воздействия в этих районах. И также отсутствуют общие критерии или научное руководство этими усилиями. Поэтому нам нужен более конгерентный подход. И в мире охраны окружающей среды многие считают, что очень важно учитывать и следующее. Вот недавний отчет организации биоразнообразия и экосистемные ресурсы, экосистемные сервисы. Очень важно добиться трансформативных перемен на экономическом, социальном, политическом и технологическом уровне. Нужно добиться в 22 веке и даже в 23 веке гармонии с природой. Какие есть возможности? Я надеюсь, что я не выгнала вас в депрессию. Я вообще оптимист по природе. Это потому, что я изначально занималась международным законодательством с точки зрения того, как его можно использовать для спасения и сохранения биоразнообразия. И мы видим, что сохранение биологического разнообразия это общая задача всего человечества. Эта задача выходит за рамки национальных границ. И эта задача невозможна без всеобщего сотрудничества и координации действий. Действия в рамках национальной юрисдикции очень быстро стало понятно, что их недостаточно. Конечно, это значительная база, серьезная база для научных изысканий и других прорывных моментов, но этого недостаточно. И в самом начале своей деятельности я видел вот такие вот фотографии и видео морской поверхности. Это 2001 год, и видите, здесь рыболовецкие суда просто выдирают целые участки с морского дна. Вот результат глубоководного троллиния морского дна здесь на ваших экранах. И Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по сохранению морского биоразнообразия. И да, было сказано, это очень серьезная проблема, но чего мы можем добиться? Мы можем добиться не очень многого. Это должно быть взаимодействие самых разных агентов по всему миру, а не только Министерств природоохранного характера в соответствующих государствах. И в 2006 году было принято вот это решение Генеральной Ассамблеи, каким образом можно контролировать глубоководную рыбную ловлю. Нужно сохранить красоту глубоководной экосистемы, нужно понимать, как распределяется морская жизнь в этих районах. Например, это касается глубоководных кораллов. И резолюция ООН постулирует следующие моменты. Нужно определить и защитить уязвимые морские экосистемы. Ну вот, например, кораллы, которые вы видите на слайде. Нужно добиться того, чтобы рыбная ловля проходила устойчивым образом. И почему мы ведем речь о коралловых рифах? Потому что они очень долго растут, и когда что-то с ними происходит, их очень трудно потом восстанавливать. Поэтому это действительно уязвимые экосистемы. Как добиться сохранения этих видов? Ну, требуются предварительные оценки возможного воздействия на окружающую среду. Нужно применять различные методы управления. И иногда даже закрывать определенные участки для коммерческих судов, для рыбной ловли. И если компания, которая нагревается ввести добычу в определенном районе, не может доказать, что это будет безвредно для морской жизни в этом районе, то тогда могут быть отозваны лицензии на работу в этом районе. Как таким образом можно отвечать на этот вызов, на необходимость защищать глубоководные ресурсы нашей планеты? Нужно использовать научные данные, научную информацию. Для чего это нужно? Нужно понимать, какие критерии могут помогать рыболовским компаниям и другим сторонам. Какие конкретно виды являются более уязвимыми, следовательно, нуждаются в большей защите. Некоторые виды их ареал всего лишь одно-два места на земном шаре, а значит, они нуждаются в защите в первую очередь. И это касается нескольких видов. Ну вот это могут быть и кораллы, и разные виды рыб. Нужно посмотреть на функциональное значение их ареала. Один коралловый риф было признано, что его возраст 250 лет. Конечно, такие вещи нужно защищать в первую очередь, такие организмы. В 2008 году Конвенция по биоразнообразию приняла критерии, что считать экологически и биологически значимыми районами. Как можно применять эти критерии? Это все было прописано в данном документе. И как разработать критерии для создания репрезентативных цепочек районов, являющихся важными с экологической или биологической точки зрения? В 2010 году, как вы, вероятно, знаете, Конвенция по биологическому разнообразию приняла так называемые цели АИЧИ. Это общемировые цели, как мы можем жить в гармонии с природой, какие шаги мы должны предпринять к 2020 году, чтобы добиться гармонии к 2050 и так к 2010, а к 2020 была надежда, что по крайней мере 10% прибрежных и морских районов удастся сохранить при помощи разумного управления. И это удастся также сохранить экологически, репрезентативные и хорошо взаимосвязанные районы. Их удастся интегрировать в более широкий ландшафт и морской ландшафт. Итак, шестая цель – это устойчивая рыбная ловля к 2020 году. Следующая цель номер 8 – контроль загрязнения, контроль инвазивных чужодных видов и борьба с ними. Ну, например, это борьба с распространением саргасовых водорослей. Десятая цель – это борьба с вызовами для коралловых рифов в 2015 году. Итак, насколько мы следуем этим целям, как дела у нас идут в этом смысле, добились ли мы их. Ну, мы должны продолжать над этим работать, если мы хотим добиться наших долгосрочных целей. Если мы хотим жить в настоящей гармонии с природой, мы должны, с одной стороны, признавать право природы на самостоятельную устойчивую жизнь, устойчивое развитие. При этом мы должны по-прежнему думать над тем, как нам кормить человечество. Эта задача тоже должна решаться. Итак, рабочая группа ООН по биоразнообразию в районах за пределами национальной юрисдикции. Эта рабочая группа была организована в 2011 году. И вот цели. Была создана эта рабочая группа. Какие меры, какие практики нужны для того, чтобы добиться выполнения этих целей? Что можно сделать? И вот тогда мы уже начали говорить о возможностях, которые может предоставить общее мировое законодательство по открытому океану. И некоторые говорят, что этот договор должен только касаться морских генетических ресурсов, потому что только то, что находится на поверхности Москового дна, может подлежать рассмотрению в такого рода документах. Кроме того, есть и другие инструменты, которые позволяют работать в этом направлении. В 2011 году государства объединились для того, чтобы поговорить обо всех четырех аспектах, чтобы создать своего рода пакет, который включает также наращивание потенциала и передачу технологий, потому что это необходимо всем государствам для того, чтобы достичь своих целей, связанных с биоразнообразием, с сохранением видов и так далее. Итак, сейчас я сделаю шаг назад, если вы не против, и посмотрю на то, какие есть и какие были инструменты по сохранению морского биоразнообразия в 2011 году. И это слайды из презентации коллег, семинара, на котором мы рассматривали, как использовать концепцию биологически значимых зон в открытом океане, в пилогической среде. И ответ, конечно, это возможно. Необходимо, чтобы ученые были в курсе различных вариантов. Есть зоны особого экологического интереса, которые были созданы международным органом по морскому дну. Они захватывают некоторые области океанского дна. Кроме того, существует конвенция о мировом наследии, однако нет процедуры, которая назначала бы такие зоны за пределами национальной юрисдикции. Однако, конечно, понятно, что такие зоны мирового наследия могут существовать в открытых районах. Кроме того, было выделено понятие уязвимых морских экосистем. Это экосистемы, которые могут, в частности, повредиться в результате деятельности человека на морском дне. И также были определены особенно чувствительные морские зоны. Изначально речь шла о прибережных районах, которые могли пострадать от концентрации загрязняющих веществ, или от судоходства. Но это понятие также может применяться к зонам за пределами национальных юрисдикций, хотя пока это понятие к этим зонам не применяется. Кроме того, были выделены экологически или биологически значимые морские районы. Это не то же самое, что моры, но я надеюсь, что это понятие будет развиваться и дальше. И мы будем наблюдать на практике назначения таких зон. И, наконец, мы знаем, что есть конвенция о мигрирующих видах и в какой-то момент стало понятие, что необходимо сделать особый упор на морских мигрирующих видах. Необходимо работать с видами, что морские слоны 70% своего времени не проводят именно в открытом море. Поэтому международное сотрудничество в этой области очень важно. И, наконец, есть обсуждение в рамках национальной юрисдикции. Мы можем надеяться на то, что этот документ станет основой защиты уязвимых видов и экосистем в соответствии с рядом установленных критериев. Итак, в 2015 году правительства наконец-то договорились о необходимости юридически обязывающего документа некой программы. Схожая программа была принята в отношении сухопутных зон, прибережных зон и ряд государств при участии ООН, а также Евросоюза договорились о том, что в рамках конвенциументов в отношении открытых районах. Комитет работал над этим в течение двух лет. Были сделаны рекомендации. Было принято решение о том, что это будет пакетный договор. И в 2017 году именно Генеральной Ассамблеи предстояло принять решение о том, в каком направлении пойдет эта работа дальше. И в 2017 году правительства действительно собрались и договорились, как на уровне подготовителя по новому соглашению. И здесь вы видите секретариат, который ведет эту дискуссию. Итак, где же мы находимся сейчас, 2020 год? Итак, можно сказать, что мы где-то посередине, потому что за последние два года было три раунда переговоров и была проведена межправительственная конференция, которая выпустила проект текста, затем пересмотренный проект. Сейчас правительства ведут обсуждение того, как формально и неформально преодолеть существующие разногласия. Так что мы где-то посередине висим, но все же мы с надеждой смотрим вперед, оглядываясь периодически назад, потому что, конечно, нам бы хотелось, что в 2021 году мы сможем разрешить многие нерешенные до сих пор вопросы, которые содержатся в проекте текста. Хочу удостовериться, что вы в целом знакомы с тем, как организован проект текста. Там есть раздел «Определения», все определения, которые содержатся в соглашении, и в части три соглашения содержатся цели, также механизмы международного сотрудничества и координации, раздел консультаций и так далее. Есть еще одна часть соглашения, а именно четвертая часть, где речь идет об оценке воздействия на окружающую среду. И в рамках этой части прописаны различные этапы. Например, какие существуют критерии наблюдения, какие есть критерии проведения оценки воздействия на окружающую среду, как определять сферу охвата такой оценки, включаются ли в комиссию ученые не из вашей страны, а из других стран, для того, чтобы они задавали именно те вопросы, которые необходимо задать. какой же может быть будущая деятельность по районам, которые лежат за пределами национальной юрисдикции. Мы стараемся посмотреть, какие мы можем сделать прогнозы и как эти прогнозы могут охватить деятельность, которая будет происходить в ближайшие 20 лет. Для того, чтобы понять, насколько актуальным будет соглашение в будущем. особенно важна роль оценки воздействия на окружающую среду. Эта оценка должна быть привязана к конкретному месту, это должна быть локальная оценка и такая оценка должна также оценивать воздействие новых технологий, а также анализ должен проводиться на местном, региональном и национальном уровне. В этом процессе должно участвовать научное сообщество, а также местные заинтересованные стороны для того, чтобы понимать не только воздействие на местном уровне, но и на региональном и глобальном уровне. Каким может быть воздействие какой-то новой деятельности или новой технологии. И мне очень нравится этот процесс региональной оценки воздействия. это, кстати, есть проект, финансируемый Евросоюзом в этой области. Он касается Атлантического океанского бассейна. Наконец-то в этот процесс включены также ученые с юга, из Бразилии, Аргентины, Намеби, Южной Африки. Это возможность вместе сформировать научную программу для того, чтобы лучше управлять нашей общей средой. И сейчас я сделаю паузу для того, чтобы все могли перевести дух перед тем, как мы перейдем к третьей части. Но не буду слишком затягивать эту паузу. Возвращаюсь снова к этой карте, которая описывает морское биоразнообразие. И одна из основ этой карты это был проект по размечению и отслеживанию. Он начался в Калифорнии, но также затронул западный берег США, а также мы работали с коллегами по другую сторону океана. И мы использовали самые последние технологии для того, чтобы разметить животных от акул до тунца. Мы следили за тем, каким образом они перемещаются через океаны для того, чтобы понять, какие у них есть потребности в части среды обитания, какие им нравятся воды. Например, мы знаем, что морским черепахам нравится... Нашей целью было определить требования ключевых видов к окружающей среде и к среде обитания. эти данные были призваны использоваться в рамках Конвенции по биоразнообразию и других документов для того, чтобы удостовериться, что условия жизни будут подходящими. Здесь вы видите переходную зону такого полосатого цвета. Ученые признали, что эта зона меняет свое положение со временем, в зависимости от года, в зависимости от цикла. И таким образом эта зона была обозначена как динамическая зона, которая меняет свои характеристики. Было принято решение разграничить, определить разные особенности на территории открытых районов и открытого моря. Раньше это была единообразная зона, но теперь мы выделяем в ней целый ряд различных зон, и каждый из них требует определенного подхода к изучению. И мы начинаем составлять карты районов, где живут различные виды, где существуют различные среды обитания и экологические условия. В 2007 году был проведен первый семинар по этой теме на основе работы Сьюзи Грант 2006 года. И мне кажется, что этот проект действительно очень интересный, потому что это такой комплексный подход к определению будущих моров. и благодаря тому, что мы собираем все больше и больше информации, мы можем лучше понимать, какие именно есть особенности у каждого такого района. Вы, конечно, слышали о том, что основная работа, которая ведется с морами, это регулирование рыболовства, а также различные меры, предпринимаемые для сохранения этих районов и для ведения исследовательской деятельности. Были определены цели для системы морских охраняемых районов. И для меня особенно важно, чтобы были защищены именно типичные примеры морских экосистем, биоразнообразия и сред обитания, потому что невозможно просто защитить все экосистемы без понимания того, как они распределены на территории открытого океана. Мы знаем, что прибрежная зона в одном районе будет отличаться от прибрежной зоны в другом районе. И создание таких эталонных зон, образцов, над которыми могут проводиться научные исследования сейчас особенно важно, потому что это позволяет изучать, как именно закисление океанов, а также изменение климата влияет на такие районы, а также как влияет на уязвимые экосистемы, в частности уязвимые экосистемы морского дна, человеческая деятельность. И, конечно, еще один важный аспект, это защита видов, которые особенно критичны для функционирования данной экосистемы, например, защита пингвинов или криля. это можно воспринимать как некоторый шаблон действий, который позволит обеспечить защиту той или иной экосистемы. Мы знаем, что сейчас у нас все больше информации о важности работы с морскими охраняемыми зонами, и человеческая деятельность в этих зонах должна быть прежде всего направлена на защиту, на защиту рыбных запасов, на защиту различных видов, таких как пингвины, для того, чтобы можно было адаптироваться к текущим изменениям климата, а также обеспечить устойчивость к изменению окружающей среды. Мои коллеги помогают документировать, чем больше мы защищаем определенный район, тем сильнее мы там сокращаем рыболовлю и прочие моменты, тем лучше это для всего сообщества. Мы должны сосредоточиться на природе, как на приоритете. Мы должны так определять это пространство, это четкое географическое пространство, управляемое законодательными и другими эффективными мерами для достижения долгосрочного сохранения природы и экоресурсов. А как же быть с видами, которые перемещаются, я учусь вот такого рода презентациями пользоваться и давайте последим за тем, как перемещаются морские черепахи. Они проводят время в Саргасовом море посредине Атлантического океана. Мы понимаем, все больше понимаем, что океан это динамическая система и мы должны адаптировать наши элементы управления, чтобы отражать динамику перемещения видов. Мы должны понимать, что это мобильные динамические модели и мы должны отслеживать пути перемещения морских животных, не только морских черепах, но и разных видов китов, акул, тунцтах. И вот на Гавайских островах мы выяснили, что для определенных видов существуют предпочтительные температуры для определенных видов черепах. Проводились тем, было установлено, в каком конкретном климате они чувствуют себя наиболее, являются наиболее благоприятным для морских черепах, где они откладывают яйца и выводят потомство с большей долей вероятности. И вот именно эти районы были огорожены для рыбной ловли, и именно там были созданы районы, которые считаются более важными, более значимыми с экологической точки зрения. И, конечно, что касается научного прогресса, ученые видят, как важна информация для того, чтобы, например, идентифицировать ключевые маршруты миграции. Большое спасибо, Кристина, за раскрытие такой сложной, но важной темы. Дорогие друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, заполните форму внизу, и мы направим их Кристине. Как только будут получены ответы, в ближайшее время мы их тут же опубликуем. Отдельно мы хотим поблагодарить одного из наших партнеров это Коалицию по сохранению Антарктики и Южного океана за ту помощь, которую они оказали нам в разработке лекций. А сейчас у нас небольшая пауза, и мы вернемся в 13.00 по Москве к следующему лектору. Продолжение следует... Продолжение следует...